ребята привет сегодня мы с вами опять на дедовском канале и я хочу вам показать как вот такой дедовской нашей корзине собручим мы будем делать вот такое вставное дно на прошлом занятия вам показывал как мы делали подгоночку этого донышка нашей корзинки поэтому смотрите наше видео подписывайтесь на наш канал будем вместе с вами работать хочу повториться что такие донышки я делаю заготовочки они меня хранятся в любое время можно взять любого донышка и подогнать корзинки вот если вот здесь у меня стоечек я посчитал здесь двадцать две стоечки но здесь 24 поэтому вставляем наше донышко вот сюда она у нас уже здесь становится можно сказать вот так и сейчас будем заплетать это донышко соединять что есть наша донышко нашей корзинки и получится у нас уже одно целое хочу показать вам такой способ самое главное здесь просто закрепить что мы но не выскочили ни сюда и не во внутрь когда мы плетем дедовскую корзину опять же смотрите наше видео показывал можно без струнного донышко заделать наши донцы но на сегодняшнем занятии я вам хочу показать именно такой способ поэтому будем с вами сейчас вместе этим заниматься для этого нам нужно вот такие прути я наготовил здесь опять же позатачивал ножиком чтобы они хорошо заходили и вот как наша стоечка стоит по ходу с правой стороны нам нужно вставлять вот эти прутики для этого под рукой имейте конечно на отверточку здесь можно без разницы или ближе к стоечке или подальше или посередине здесь сильно большой разницы нет самое главное чтобы между этими стоечками нам ставить еще по одному прутику так по кругу обойдем смотрите что прутики не выскакивали не сюда и него внутрь корзинку ну пока внутри мы она сразу чувствуется как прутик выскочил так она чувствуется что он не за пошел поэтому на это обращайте внимание тоже лучше каждый сделать проемчик отверточкой и он тогда будет заходить вот таким способом мы сейчас обойдем весь наш периметр корзинки вот мы ребята с вами поставляли эти все прутики посмотрим там тоже они нигде не вышли если бы вышли мы их поправили теперь у нас вот это количество этих прутик соответствует этому количеству прутик хотя здесь и здесь было стоечка здесь 9 18 и 3 20 6 24 где 22 поэтому мы сделали по 22 здесь и здесь чтобы его одинаково сейчас следующий такой проемчик у нас будет нам нужно вот этой стоечкой сделать замочек вот на этот прутик и мы будем делать его следующим следующим образом вот так вот берем огибаем и вот сюда ложим вот он наш замочек то есть мы закрываем этим прутиком схватываем этот прутик и он уже у нас это донышко не пойдет не будет выходить сюда вот а эти прутики соответственно не дадут нашему донышку упасть во внутрь корзины вот такая системка у нас будет получаться и вот сейчас мы их все положим вот эти прутики горизонтальном положении вот так так пройдемся мы получим у кругу запоминаю вот так и под каждую вот эту то есть под каждый должен выходить прутик делаем обычную загибочку и под низ под этот нигде эти прутики я буду чтобы не нам не мешали пускай будут всегда в запасе держите побольше прутика это знает каждого за плетельщик вот так сюда и уже вот сюда уже можете спокойненько прижимать здесь ваше дно туда не упадет поэтому прижимать что такое делайте эти прутики в сторону и вот так по кругу мы быстренько сейчас с вами обойдем самое главное не где ну здесь ошибиться тоже очень трудно потому что не туда пойдет прут следующий уже будет вырусовывать картинку что мы не туда зашли поэтому вернуться обратно нужно будет вот сейчас мы вот сюда сюда и по кругу так не обойдем так идем дальше сейчас мы подойдем уже обойдем весь кружок и будем делать следующий приемчик с вами очень интересный вот это сюда и последняя она уже никуда не денется ляжет у нас по рисуночку вот сюда заведем и вот такое у нас уже получилось соединение уже как будто здесь бортик вырисовывается сейчас я вам хочу показать дальше вот эту уже можно шпагатик вы знаете для чего он я делаю выбираем его и вот у нас выходит между как будто пара вот одна пара вот вторая пара вот третья пара и так дальше по кругу здесь можно сделать смотрите опять же наши виде как я делаю можно пустить полностью здесь косу вот здесь используешь обычные палочки наши волшебные и по дверь можно косичкой но я сделаю сегодня без косички смотрите косичку я делаю опять же наше видео вот так по два и можно пустить косу кому-то сильно кто не смотрел видео наши посмотрите если что непонятно задавайте вопросики всегда буду рад вас вам ответить на любой вопросик и с вами пообщаться а сейчас вот берем два и выводим за эти два делаем обычную опять же такую загибочку и как будто приподнимаем их вверх вот так теперь берем следующие вот так смотрите чтобы конечно ваши прутья были влажные вот сюда и вот сюда и приподнимаете табуре тачка потому что прутья сильно торчат следующие запомнили вот одна вторая их взяли как будто заметили и сюда и вот она сюда заходит вот такая корзинка получается здесь старайтесь тоже уже прижимать чтобы корзинка прилегала к домишку то есть когда вот эти прутья вытягиваете вот так вот на себя эти сюда ложите и сюда вот так получается вот такой рисунок все эти по два прута выходят уже вверх и опять же пойдем так по кругу эти сюда эти ложим вот сюда и идем идем так по кругу запоминаем вот так и вот так вот такой ободочек получается если выпускали косичку на ногу здесь конечно тоже любое окончание изделия или коса или обычная кромка и одним прутиком или двумя или тремя во первых это надежность нашей корзины во вторых красота чем мы с вами и занимаемся вот так пройдем получим у круг вот ребята оставаться на последнее можно сказать вставить вот мы все прошли здесь по кругу сейчас вот эти сюда заходят нам нужно последнюю рисуночку сюда вставить два прутика вставляем один заводим туда смотрите самое главное чтобы были влажненькие ваши прутики вместе треснут ничего страшно с любого положения у нас есть выход так как любом деле все все эти наши прутики выходили везде по два вот здесь конечно можно любым способом делать можно опускать дальше опять сюда если вас пусть я позволяют опустить на низ и опять же еще сделать косичку какую-нибудь или что любые здесь множество способов кромок заделки плетения поэтому просто ему показал здесь сегодня так самое главное что здесь нужно будет нужно вставлять боковые вот эти прутья чтобы получились такие замочки чтобы было соединение а вот здесь с этими прутьями вы со мной согласитесь можно делать все что угодно дальше вот можно даже их сейчас уже обрезать вот взять секатор пообразать туда подальше конечно чтобы они не выскакивали и на этом можно можно сделать загибочку просто вот так просто показываю вот так вот так и и потом здесь по отрезать вот здесь вариантов множество но я сделаю вариант следующий чтобы для надежности чтобы конечно не выскакивали потому что здесь вот мы отрезаем они могут выскочить где-то корзиночка наша где-то за что-то зацепиться и что на один путик выскочит 2 и как вы понимаете кромочка это начинает раскидаться поэтому для надежности мы сделаем вот сделаем вот так вон спускаем еще сюда я сделаю вот за это а потом здесь немного 1 ослабляйте или можете что-то вставить сюда она вы знаете что никогда не вставляю так вот просто пространство оставили здесь немножко и вот сюда я раз одну я спокойненько уже спокойненько буду их здесь где-то нас на средине вот здесь вот близко сюда не отражайте но вот здесь можно спокойно их отрезать чтобы они нам не мешали чтобы мы не путались дальше эти остаточки глазы никогда не выбрасывайте вы знаете что с этих хвостиков можно заплетать наши такие кромочки вот положили за одну и за одну и отрезали следующую берем сюда заводим и сюда вот так можно сразу еще немножко лучше по длине их отражать чтобы потом еще раз можно будет отрезать вот так и только смотрите в каком месте не перепутать и отрезать потому что надо будет вставлять уже яблочки и вот такой у нас получается почему сначала вовнутрь завожу она еще корзинка больше бортик этот уменьшается и корзинка получается красивее и здесь закрывается тоже и бортик повыше то есть наша корзинка будет стоять на высоковатом фундаменте и не будет никогда портится вот ну как я говорю здесь пробуйте любые варианты но данном случае мне нравится вот такой и вот так по кругу мы сейчас обойдем не свежая наслаждаясь нашим любимым делом его заплетением вот обошли мы уже почти по кругу остались у нас небольшие нюансики состыковочка наша вот у нас получается такой бортик здесь вот подальше просто кариару отразайте если это уже можно их отразать здесь можно не отразать эти хвостики знающий корзинка стоит то надежно когда хвостики немножко торчат если бы мы выпускали сюда наружу там цеплялась бы а так они никому не мешают поэтому такая заделочка я думаю что вам понравится здесь еще сюда замешаем вот здесь сюда и нам вывести нужно вот сюда совершенно верно один пустим туда и следом 2 до гоночку быстренько что же модному скучно там не было вот так этот нужно вот сюда смотрите наше видео это просто я здесь уже так я показывал как проще улице не потеряться в окончании хотя если здесь какой фрутик мы не туда пустим в конце главное что она надежно конечно рисуночек немножко нарушается но если вот он здесь этот идет следом здесь и и последнее наше движение вот сюда вот эти сюда и сюда по рисуночку нам нужно вывести рисуночек мы не нарушили вот так все они здесь вот такая у нас кромочка получилась кромочка получилась эти мы опять же уже отрежем нашими волшебными кусачеками туда их старайтесь коротко не отрежать лучше потом подрезку еще сделать и что вам не понравится но это кажется уже совсем другая история на сегодняшний день мы с вами сделали вот такую кромку соединили нашу дедовскую корзину с обручем с нашим заранее заготовленным дном поэтому ребята я уверен что эта корзина будет служить долговечно поэтому смотрите ребята наши видео подписывайтесь на наш канал и до новых встреч до новых встреч